здравствуйте дорогие подписчики и гости канала я вас всех приветствую сейчас для вас будет онлайн расклад в одну позицию общая тема и расклад называется хочет ли он с вами увидится давайте будем смотреть загадывайте человека загадывайте человека и так кто очень сильный смелый или таким кажется мужчина который не любит проигрывать возможно семейный или очень хочет семьи мужчина который любит работать зарабатывать он любит все материальные каким путем достается неважно сам заработал не сам заработал но любит любит хорошо вкусно и комфортно жить возможно частые поездки причем сейчас вот самое ближайшее время поездки недалеко по делам по работе по связям по там коммерческим проектам к по клиентам что-то такое связано в той сфере деятельности который работает там где он так прямо скажем зарабатывая деньги потому что он в пустую работать не собирается у хорошие деньги зарабатывает и стремится к этому он один из лучшие своей сфере деятельности есть у него и завистники есть него и сплетники те которые желали бы чтоб он так скажем упал с этого коня на которому до сидит очень хорошо но увы возможно самое ближайшее время ему светит карьерный рост он будет подниматься вверх потому что очень сильно этого хочет возможно здесь у кого-то измущено открытие собственного бизнеса какого-то проекта где он будет вкладываться но и будет хорошие деньги зарабатывать может быть человек работает на как сказать на родственников что ли или вместе с родственниками работает потому что здесь какой-то общий бизнес возможно может быть на дому может быть там родственники открыли какой-то бизнес и он тоже там же все вместе зарабатывают деньги теперь как он видит вас кто вы для него ну такая женщина закрытая конечно с со своими скелетами в шкафу до закрыты засекреченная вы не раскрываетесь ни о чем ему не говорите практически про вас не знает кроме одного что вы тоже так же как он много работаете он почему-то думает что вы скрываете какого-то мужчину с которым может быть вы познакомились или у вас серьезные отношения что вы по семерке мечей возможно что-то хитрите обманывайте манипулируйте играете с ним или что-то может быть не показываете ему да может быть изменяете опять же что у вас есть какие-то секреты и вы ему говорить не хотите что у вас все под контролем как бы да у вас заработок дом семья работа и так далее так как каким чувством вам сейчас испытывает интересуется вами очень интересуется а зачем чего интересуется ну как чтобы дальше знать как двигаться да как вас раскручивать как вам подобраться как начать манипулировать уже для вас хочет стать тем самым главным первым и любимым поэтому про вас надо все знать чтобы понимать как вами как марионетка играть потом так а чувство не вообще есть любовь есть нет но знаете здесь такое ощущение как будто он вам уже привык давно страсть это никакой сейчас нету у просто на интуитивном уровне на уровне ментале я бы сказал с вами общается да и вы с ним тоже как-то очень друг друга на друг друга реагируете хорошо особенно почему-то вечернее время как будто знаете как-то сказать правильно как будто выходите знаете на связь он со своей стороны вы со своей стороны идет у вас такой некое общение на ментале да у него очень сильно тоже интуиция я так думаю что через вас она раскрылась потому что здесь может быть и вы практик тоже да как бы и может быть вы как-то спасла поспособствовали тому чтобы у него что-то открылось и так также у него старший аркан маг я думаю что у него тоже есть какие-то способности опять же или они у него есть были лежа не раскрылись через вас он как-то запутался потому что считает что все видят в каких и каких-то иллюзиях какой-то непонятки сам толком понять не может что происходит да но старший аркан луна что-то ему там подсказывает да луна в голове у него что-то ему подсказывает кстати здесь практики могут быть такие очень сильные да и возможно кто-то на ментале а дел ему как бы знаете как поводок и за этот поводок держится ну так вот я хочу сказать что на вас думает практически постоянно и никак понять не может почему не отцепиться не может он же не видит у себя этот поводок он не видит у себя этот поводок если в медитациях это только можно все увидит что на тебе есть я не думаю что мужчина значит такой медитации как их проводить это бы он давно увидел что он вы его держите за этот поводок ну да переживает страхи есть какие-то депрессия уныния страдает он страдает чувства очень такие знаете глубокий к вам и вот поэтому и страдает что не рядом с вами что вам он оказывается безразличен вы его не хотите он считает что вы другого мужчину себе нашли возможно это не так но извините он так это видит опять же по луне по луне он может себе там нарисовать вообще черти что уже и в это в это самое черти что он может верить понимаете так хотел бы он с вами увидится нет не сейчас не сейчас а почему а потому что у него идут проблемы проблемы с вами возможно или в у него в жизни сейчас на данный момент есть какие-то проблемы где он пытается их разрулить или может быть они действительно с вами дайте проблемы считают что я сейчас не буду лучше лезть не надо мы сейчас только поругались мы пока в ссоре или мы уже продолжительное время не общаемся и с какой статьи сейчас появлюсь что я смогу и сейчас дать мне сейчас дать нечего да я тут сам как бы на разработках я тут только стал подниматься у меня только стали появляться деньги и так далее так далее что ты вот это останавливает а высшая сила даст вам возможность будущем увидеться или нет но по звезде по звезде есть шанс да да вы увидитесь только не сейчас по звезде это не скоро это еще далеко надо еще ждать но двойка кубков подтверждение того что это случится случится ли это до конца двадцать первого года до конца этого года но давайте я вам скажу что двояко и да и нет я так все таки наверное думаю что высшая сила сама еще пока не знает когда она вас ведет поэтому этот вопрос действительно неуместный типа я как-то лезу на эти наперед не сказали типа увидится ах ты хочешь знать когда но мы сейчас тебе так ответим думать теперь как отвечать людям да ну повешенные туз кубков но в принципе да увидите до конца года но по повешенному как бы большой вопрос понимаете большой вопрос для вселенной и вселенной нам его отправляет как бы мы пока не знаем да пока не знаем все может произойти в одночасье все может измениться высшая сила пока сама ничего с вами решить не может а вот хорошо ну раз пошел такой разговор а почему высшая сила сама еще конкретно про вас ничего не знает в чем дело почему такие проблемы но потому что в лоба закрыты же вы закрыты и от для высших сил закрытые для ангела хранители закрыты для бога для себя внутри себе вы зажимаете в блоках находитесь вы сами для себя открыться не можете я уже молчу для друг друга вы вообще не открываетесь поэтому высший сил не знает что тут сделать каждый зациклен на материалке а где духовное где вас состыковывать на чем как на чем на состыковывать вас каждый думает как деньги здесь заработать на жизнь а еще причины есть почему не получается ну вот по и потому что вы в переменах и находитесь высшей силой ждет да когда вы поменяетесь может быть она вас очень тонко к этому сама подводит к этим до переменам по старшему аркану смерть что вы как в принципе должны поменяться да но вы же такие люди люди человеке да который зациклен на материал на материалке а типа ну а какая нафиг любовь если жрать ничего надо пойти деньги зарабатывать кого-то и долги у кого-то ипотека кому-то детей кормить кого-то родителей но вот вот поэтому и высшей силой и вас подвесила да как бы ответ увидеть если вы до конца 21 года но пока миссии еще остается в воздухе хорошо а вы вообще с ним увидеться хотите вы сами да вы сами да хорошо а почему вы сами не пойдете к нему навстречу не позвоните не напишите еще но вы писали ли звонили но закрыта закрыта или же он вас в блок на или вы его в блок поэтому как бы типа я его заблокировала как я ему напишу да разблокировать я его не хочу не заслужил или же у вас здесь еще такой момент есть да вы отправиться к нему не можете он в заход находится в такой зоне закрытый ну граница закрыты поэтому не приехать не уехать ничего так вы к нему и агрессивны очень понимаете если вы к нему придете сейчас выше к нему не с любовью придете если вы сейчас будете тоже что-то делать у вас такая агрессия пойдет вы будете с ним ссориться будете конфликтовать выяснить отношениям я не думаю что вы к этому стремитесь поэтому вам очень сильно хочется с ним поговорить но вам не хочется вот этой агрессии понимаете вам не хочется выяснять отношения с ним он хочется что все это было обоюдно нежно ласково но полюбовно так не получается у вас будущее с ним вообще есть будущее нет я думаю здесь карта выбора карта выбора каждый для себя должен выбрать хотите вы быть с ним или нет он должен для себя определиться и вы должны определиться поставить на этом же точку я не знаю кто и кто из вас что выбирает один выбирает свободу другой выбирает из двух одного третье еще что-то из вас там выбирает то есть у каждого по-разному но вы должны выбрать его а он вас только тогда что-то будет а что он сейчас о вас думает что он сейчас о вас думает ну да вы закрываетесь от него не бы не пускаете вы себе знаете как будто цену добиваете он так увидит как будто вы такая недоступная никто к вам пробиться не может а вы его не простили ни предательства не измены там не его жесткость не холодность вы его не простили поэтому не подпускаете он вас очень сильно обидел свое время да потому что боролся с вами знаете боролся боролся состязался так скажем пытался вас прогнуть пытался вас унизить оскорбить показать лишний раз какой он крутой мужик тем более что он пытался не перед мужиком это показать как правили да а перед женщиной это вообще для вас так унизительно когда мужик тут перед женщиной так хорохорится до пытаясь из себя сделать самого крутого а женщину тем самым унизить вот такие вещи вы не прощаете потому что вы для себя уже все поняли если на первых порах вы считали что может быть это еще и нормально такое поведение но потом вы же не не глупая женщина да скорее всего посмотрели там разных тарологов посмотрели психологов и для себя поняли что такое это просто отвратительное унижение по отношению к женщине когда мужчина себя так ведет все все логично поэтому вы не прощаете ему вы знаете теперь себе цену вы себя любите вы работаете над собой каждый день для того чтобы смотреть на себя в зеркало и не вызывать у самой себя отвращение а наоборот вызывать чувство любви огромных само к себе этим самым себя же как бы воспитывайте взращивайте в себе вот эти вот женские до женские больше энергии любить себя уважать себя любить этот мир окружающих и тогда мир тебе тоже даст того кто будет тебя любить правда еще как он вас видит да я же говорю при колеснице еще до сила до четверка кубков что он теперь сейчас конечно он оценивает вашу силу над ним что вы по-любому как бы он не пытался вас приструнить принизить вы все равно имеете силу имеете ту сильную энергию женскую без которой ему очень тяжело жить который принципе покорила его покорять других людей да и и и он вас сравнивать другими женщины и считает что у других женщин никогда не было столько энергии столько силы и женской мудрости красоты сколько у вас естественно ему так неприятно знаете что что имеем не храним до потерявши плачем но что делать такова жизнь значит каждый здесь какие-то да получает свои некие уроки вот у него урок такой с вами да что что имеем не храним потерявши плачем у вас у вас свою с ним урок что что я еще больше познала себя я знаю какая я насколько надо себя оказывается ценить и любить уважать и у себя любимым нужно быть на первом месте вы же тоже с ним уроки какие-то понимаете здесь проиграли уже все проработали вернее поэтому это некие такие знаете можно сказать наверно кармические отношения на когда проходит проработку каждый учится каждый учится у друг дружки он считает что вас уже ничем не взять развернуть назад сложно вы не поведетесь вы как будто уже другая вы как будто уже другая но что интересно он только себя видит рядом с вами насколько вы разные но все равно виде только вас рядом со мной ничего с этим поделать не может даже знаете противоречь самом себе где-то зол на вас готов убить и я не знаю придушить но отдает себе отчет в том что возле себя я хотел бы иметь по жизни рядом идущую только эту женщину как он еще вас видит сейчас ну вы работаете много работа работа вы сами себе император сами себе начальница сами себе уже тут и планы строите и дорогу чертите по которой идете едете сами да вы сильная может быть ищетесь и мужика такого же сильного да и в нем вы эту силу вообще буквально не видите потому что ну он для вас не то что императором как будто для вас вообще никто да у вас спокойно размеренная спокойная жизнь вы никуда не торопитесь выбираете до дорогу дорогу перспективы планы и вы как отшельник до человек который ну так для себя как психолог выбирает самое лучшее достойное и вы здесь сама для себя прекрасной компании вы сама достаточно настолько что можете просто уже не знаю книжки писать бестселлеры издавать по поводу как создать себя причем с нуля или еще там я не знаю какие такие книжки потому что он вас видит такой умный грамотный самодостаточной солнечной системой что вы солнце а вокруг вас люди там какие-то события какие-то вот происходящие дела все так крутится знаете как по солнцу да да еще знаете что ему стыдно за что когда он раньше говорил да ты вообще никто ты посмотри на себя да да где ты где ты где я ты кто такая да и вот сейчас так стыдно потому что он видит ваш прогресс по солнцу видите такой ваш прогресс что ему стыдно за те слова что он перед вами пацан а вы теперь можете запросто ему сказать а ты кто такой теперь где я и где ты ты посмотри на себя ему так стыдно он больше всего этого боится услышать если вы ему так скажете ты кто такой как если вы начнете до сопоставлять где вы и где он то что было раньше когда он так себя вел ему теперь это стыдно что вы как будто знаете как бумерангом бумеранг у нас всегда в любом случае существует поэтому если что что-то делаешь по жизни будь всегда внимательным чтобы бумеранг может прилететь оба обратно но это то есть как бы правило жизни на бумеранги существует если ты это не понимаешь это не означает что этого нет это как в магии то же самое да если ты в это в магию ты не веришь это не означает что этого нет это просто потому что ты не веришь это твои значит проблемы но маги то существует вот здесь то же самое да теперь знаете он на вас смотрит на как на ту единственную желанную огонь знаете это с чем можно сопоставить представьте человек в пещере темный не может разжечь огонь ему холодно же правда вот представьте человеку в пещере холодно огня нету а вот был баками огонь он бы согрелся бы он бы пищу себе приготовил бы правда вот огонь это жизнь же вот он на вас смотрит как на этот огонь который у него в черной темной пещере где очень сильно холодно этот огонь не загорается и в душе у него тоже этого огня нету потому что вас нету да помоги мне видите помоги мне помогите ему да здесь еще сексуальное желание к вам тоже есть помоги мне давай будем вместе взаимодействовать до взаимовыручка мне нужна твоя помощь я без тебя без тебя я практически никто кто мне еще поможет если не ты как-то так знаете да 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 давай будем и так и так и так давай будем дружить давай найдем общий разговор давай найдем смысл жизни давай начнем хотя бы с нуля хоть как-нибудь давай давай моя императрица вы в его глазах уже императрица понимаете истинная женщина истинная женщина где вот когда вы не были этой истинной женщиной он с вами разговаривал и вел себя неподобающе потому что ну вы для него были как все там женщины которые всю жизнь к нему вешаются на шее и он так думал что это такая же да его же женщина избаловали поэтому такое отношение и сейчас когда вы уже как бы ничего не доказывать им давно он просто за вами скорее всего наблюдает для себя делает выводы но все что знается в сравнении и он считает что она сейчас императрица она такая в таких энергиях находится где с ней нужно уже обращаться аккуратно это не те которые у меня были девчонки до вешались на меня это же вешаться не будет где это и где те небо и земля мужик то сравнивает все есть чем сравнить и понимает что до вас то расти надо смотрите вот это вы видите знак венеры вот это знак венеры вот у вас венера очень сильная я не знаю может в знаке зодиак а может быть вы да настолько нежная красивая такая до что вовсе не венера такая выраженная венера это знак женской планеты на женской планетам а он тут такой мальчик знаете на кого похож подмастерье да вот видите у него тут вот огонь и тут как это называется у кузнеца как это штукенция такая где они там бьют в но очень поняли неважно видите он тут как бы да здесь мужчина в таких энергиях где ему еще расти 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 учиться у женщины взрослой возможно до старше его которая жизнь прожила может быть в браке было может быть детей имеет или готова к тому чтоб уже родить детей уже императрица гей подвластно все красивая женственная настоящая женщина а к настоящей женщины нужен особый подход а тут мальчик у нас такой подмастерье такой еще учится навыками там новым каким-то приобретением каким-то учится поведению хорошему как себя вести женщины он пока не знает изучает обучается здесь поэтому может быть мужчина из нации а из другой нации из другого города я не знаю там в другой культуры на другого вероисповедания мужчина вас моложе опыта жизни нету житьем с бытием женщины да ну там встречался только возможно или есть этаж у него была жена бедная то не несчастная просто жена который никак взросить из него мужика не могла то есть тут много разных аспектов смотрите под свою ситуацию что он еще думает о вас ну вот видите любимая 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 у него как как вопрос так она говорит что вы любимая любимая да когда это любим уже рядом нет она стала любимая естественно да а как же еще только так только так когда да на нас уже не обращают внимание мы начинаем понимать что нашей жизни был такой сакральный какой-то сказочный пирса персонаж виде этой женщины которая просто так легко свободно вошла в твою жизнь чтобы сделать тебя дурачка хорошего нормального мужичку мужичонка такого да чтобы сделать тебя счастливым но как всегда это бывает в плохих сказках когда принцесса да просто оставляет и до свидания уходит жизни и только тогда вот этот мальчик с пальчик под мастерей начинает понимать что блин ну шанс уже упущен до шанс упущен сколько мне еще взращивать в себе мужчину а может быть еще и императора что быть счастливым да лучше сдохнуть да лучше сдохнуть чем такую тяжесть нести по жизни дальше так хочется вот так хочется огнем гореть так хочется быть счастливым сильным ярким но я так устал знаете здесь что сейчас мне еще нравится что вот здесь мужчина который осознает свои прошлые ошибки тоже не только не только с вами и с другими женщинами тоже ему так стыдно и больно за то что с другими женщинами вел себя отвратительно неподобающе да представляете он он признает что он оскорблял или унижал или обижал тех женщин которые у него были в жизни которые за ним бегали которые свидания ему назначали которые его встречали с ним там я не знаю может аборт от них аборты от него делали там я не знаю надеялись что выйдут за него замуж ему так стыдно что вот он так вот с женщинами поступал стыдно стыдно аэрофант понимаете стыдно потому что здесь все-таки мозги включаются и человек вспоминает что ну блин ну но есть же высшие силы есть господь бог есть что-то такое что наказуемо что нельзя себя вести плохо а нужно вести себя как-то более правильно четко да по справедливости по честности по душе по доброту ну то есть хорошими качествами до чем с хитростями с ложью с какой-то выгоды вечно понимаете единственная мысль вот только обмануть женщину воспользоваться ей ой как хорошо и ничем не за это не будет да конечно и вот там совесть так жрет понимаете его в совесть сгрызла уже пол мозга ему что ему тоже стыдно уже не только за вас как он себя вел за тех женщин с которым об которых он ноги вытирал он считает что уже судьба да что судьба больше никаких шансов ему давать не будет а знаете почему опять же потому что после того как он с вами расстался ну или как отстранился расстался как вы перестали общаться у него как-то жизнь пошла в одно место знаете как будто и вот так планомерно туда идет прям потому что ничего хорошего не происходит больше он почему-то думал что он такой кайфарик я не знаю да такой фартовый чувачок он всю жизнь такой будет вот сейчас конечно с какой стати ты кто вообще что у тебя все будет фартово по жизни ты вообще кто ты никто поэтому веди себя нормально чтоб еще хуже не было ну вот уже хуже в дом потому что бумерангом все возвращается ему назад и он уже видите вот один бумеранг мимо хорошо пролетел и три еще в него сейчас воткнуться и он лежит уже в просто него сил никаких нету у него сил просто нету объем бумеранги в него летят да но защищается ну ну давай давай энергии конечно мало у него там ни хрена этой энергии нету но ничего ладно папа жопин так ли можно сказать хоть как то там чем-то может быть добром каким-то он знаете там отбивается от этих бумерангов пытаясь сделать кому-то добро может быть я не знаю что-то там пытается сделать надо осознать полюбить полюбить принять раскается я не знаю может он в церковь ходит молится уже крестик на себя отдел святой там понимаете библию читает по субботу и воскресенье да и верит в лучшее ну 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 конечно это знаете иначе похоже когда смотришь документальные фильмы осужденных за тяжкие всякие преступления и когда они уже подолго лет сидят в тюрьмах они почему-то все уходят в бога начинают библии читает заучивать прям знаете псалмы и там все такое и всегда так интересно это смотреть так очень здесь так вот тоже знаете сначала накосятишь а потом ты у бога отмаливаешься всегда хочет сказать сразу самого начала нельзя было по-нормальному жить а чё крайности таки да а узнаете понимает для себя одно тоже это уже касается не только то и вас вообще думает если я себя не изменю если они стану нормальным я вообще вряд ли буду с какой-либо женщины доходит до него интересно так когда жирафа доходит что если он не поменяется он вообще как бы холостым значит всю жизнь не детей не жены не семьи но вы знаете это быть холостиком тоже как бы не очень хорошо сами холости китай это понимает ничего сделать они могут ну каждого там своя кукушка то с психологическими проблемами кукует иногда себе знать дозна знать дает в голове это тоже я думаю я думаю что он хочет наверное все таки семью хочет все таки жену детей хочет уже я думаю все таки нормальный правильным уж нормально мужика смотрим там родители наверное знакомые родственники наверное все таки ему говорят ну чё ты когда ты за ум возьмешься когда ты уже женишься у всех же такой есть правильно когда обязательно ты если приходишь гости то обязательно начинают петь тебе ну когда ты уже выйдешь замуж когда ты уже это вот здесь лучше самое знаете прям ждут чтоб его женить она он понимает с таким характером никто его терпеть же не будет у кого такой дурак нужен поэтому считает так надо себя менять конечно должен себя поменять я должен прийти к миру я должен научиться гармонично жить в этом мире общаться женщинами принять женщин принимать их понимать их как-то до ладить с ними надо же а как себя в первую очередь я должен принять себя уже себя тоже не принимает а что для этого нужно для этого нужно измениться отпустить все проблемы все грехи мира и подняться над миром воздух подняться стать легче легче стать а тут такая работа должна пройти это же нелегко до научиться от жизни получать удовольствие не разбивать женщинам сердца потому что так кроме как агрессии разбивать сердца разочаровать женщину больше ничего не может а вот ты на но это легко конечно правда женщине разбить сердце там и а ты вот сделай так чтобы ты женщину удовлетворил да это очень же сложно правильно женщину удовлетворить а ты научись этому легко как бы понимаешь мечом по сердцу это каждый может а ты вот научись чтобы женщина от тебя получала удовольствие вы понимаете даже о чем я еще говорю да здесь намекаю на что да это же сложно не все мужчины могут кстати поэтому этому хотя бы тоже научись до чтобы женщина как бы довольно тебя было и вообще как бы в принципе по жизни да ну ты же такой всегда говорил что ты можешь такой хороший такой красавец такой тебе же есть было чем похвастаться ну так давай докажи что ты хороша что ты можешь что действительно за тобой женщина то не просто так бегали да не потому что у тебя там глазки голубые и стреляют во все стороны а что-то действительно достоин того чтобы женщина за тобой бегала согласна со мной ну а то знаете он то я такая такая да ты блин ты не говори ты давай ты показывай на деле да что ты там можешь то женщина может хотя бы довольно ну давай покажи и тогда у тебя все будет хорошо и дети семья и счастье все будет а тут как бы пустышка такой знаете по жизни как будто идет самоутверждается за счет женщин но что-то он там за голову взялся это уже хорошо это хороший признак да и будет двигаться он вперед да будет будет двигаться вперед он понимает что нужно все-таки книг плохому тянутся к хорошему блин я не знаю сколько ему лет до него часто итог дошло это капец просто это просто капец когда в таком возрасте до него только дошло что нужно делать добро нужно быть хорошим капец просто он будет меняться здесь мужчина он понимает что нужно меняться если ты хочешь быть женщиной ты будешь меняться иначе ты не только и ты вообще ни одной женщине нужен ну и помрешь что на старости лет один тянет никто даже стакан воды не принесет без внуков без детей старичок такой вечно дурачок такой который будет по старости лет смотреть на себя весь его морщинистого и хорохорица смешно правда смешно правда но есть такие иногда старички надо встречаешь где-то там смотришь в рубриках не честно говоря так смешно я всегда задумываюсь как он же жизнь прожил не сразу вот тут же как он прожил жизнь что докатился такой жизни мне жалко таких людей а есть мужчины такие знаете под возраст и ты понимаешь что у него там столько детей столько внуков что он дома один большой построил и причем в этом доме все и живут что интересно тоже он еще настраивается потому что был бы плохой все разбежались бы уже давно это как надо уметь соединить всех это очень сложно сделать каждый хочет туда собственную жизнь и быть независим а это надо уметь а это надо такой характер иметь поэтому для так когда я вижу таких мужчин возрасте и мне всегда для них низкий поклон молодцы что так вот все и жена и дети и внуки все они обо всем заботятся и они счастливы не всегда улыбка на лице светлые глаза добрые вот такой был расклад я не знаю как у нас проиграется пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и до скорых встреч спасибо